ребятки ребятки всем привет юля на связи рубрика вопрос-ответ у меня сейчас утречка на самом деле на башке такой после шапки челка примялась ну как есть вот так вот по-домашнему так что я тут насобирала ваши вопросы ваши комментарии ребята потому что последнее время не хватает не хватает времени писать эту рубрику от вчера вышла думаю сегодня тоже выпущу так комментарии ого сколько мышей а если книжек 10 покласть то и 10 мышей словится да мышей много интересно откуда они бегут не знаю мышка дырочку всегда найдет как говорится вот за книжки тоже уже говорила классная штука мне очень нравится что без химии без всяких вот этих ядах можно ловить мышей вот откуда они лезут то я просматривала просмотрели за мебелью все вот эти у которой дыры были они заделаны они такие есть заделаны там дырочек нет но изначально когда дом взяли было много таких вот дыр у у пола вот их сделали и они ну снова не образовались все там четенько все хорошо есть нашла я одну дырочку в коморке папы карла там есть коморочка одна вот там сверху над полками есть и причем вот такая вот дырка как мы ее пропустили не знаю будем заделывать может быть оттуда они лезут так дальше жучок красавчик юля метет приближается к нычке опасно пошел выкопал свой клад чтоб мамка не прихватизировала прикольное слово кстати да я тоже заметил потом когда видео монтировала он увидел что я начинаю мести ближе к его нычке там у него действительно нычка он там закапывает кости свои еду свою и он пошел такой откопался соображает что сейчас мамка доберется но умный пес так дальше как же теперь жить то с не побеленными деревьями ах ах ну ничего страшного побелите в следующем году побелите осенью меня прошлом году тоже не побеленные были деревья ничего страшного не случилось не переживайте побелиться еще не знаю юля че читаете вы мои комментарии че не но напишу такие книжечки я весь я весь купую своей бабусе в село и вона их тримает поки богатенько не наклеится мишей и выкидает так звичайно это гроши но в селе мишей переловить нереально тому весь час кладем книжечки вот все коментарии читаю ребятки все без исключения бывает не сразу бывают к вечеру бывает на следующий день как появляется свободное время но читаю все комментарии сегодня бледа так а бледан и накрашена нычу так да книжечки классная штука дальше написали комментарий что юля это вовсе не мыши у мышей таких длинных хвостов не бывает это крысы и так далее ребята крыс я видела и не раз в своей жизни много раз то это не крысы это мышки обычные мышки просто я показывала крупным кадром и вам показалось что они огромные нет это обычные мыши юля ты сделала теплую грядку вот и садить туда кабачки это мне пишут за траншею которая вдоль забора на огороде в огороде была я туда покидала там всякую бяку и сверху присыпала землей вот что туда можно посадить кабачки ребята не буду я этого делать объясняю почему потому что в этой траншеи растут деревья вонючки в этом году я их буду истреблять я вам рассказывала да что буду вот этими round up ураган там разные есть гербициды которые убивают сорняки и всякие ненужности вот я туда буду там пшикать лить уже посмотрим там что разные советы и по листу и есть советы прям ствол как там с помощью иглы шприца вводить и так далее то там очень там уже торчат вот такие вот штуки я их срубила но наверное зря надо им дать немножко вырасти поэтому там сажать по крайней мере в этом году на этой теплой образовавшейся такой грядке нет смысла потому что буду я там уничтожать эти вот деревья вонючки ну вот и повезла юля слизней в огород с вырытой землей в которую в которую за осень скорее всего была засеяна их яйцекладками ну юля-юля никакую землю в огород с слизнями я не не возила не знаю о чем речь вот куча которая под сиренью но так она выкопана практически в ноябре месяце положена эта кучка земли туда там слизней нет никаких яиц ничего так дальше юля посмотрите отверстие от майдадыра в слив на улицу может быть там организовалась лазейка для мышек спасибо большое за совет действительно там я еще не смотрела там вроде бы как пеной должно вроде бы заделывали я уже и не помню но если пеной то там же стена вот такая толстая все это просверлилась труба заводилась даже если там они могут пену прогрызть надо действительно я забыла за это вот отверстие в доме в стене надо будет посмотреть может действительно они оттуда и лезут потому что мне рассказали что юля мышка даже через какие-то там оконные в рамах щели залазит главное чтобы пролезла ее голова а тело у нее настолько может сплющиваться вообще что она дальше главное голова пролезла все она дальше вся пролезет короче даже в маленькие дырочки они просачиваются так дальше юля укроп можно купить в аптеке отлично я все время покупаю в аптеке да я тоже в прошлом году покупала в аптеке классный укроп юля похоже свои свежие семена перца ты убила перекисью когда это успела юля убить перекисью если я их не замачивала в перекиси свежие семена я не замачивала замачиваю только сухие так я также считаю что в военное время нельзя показывать город ведь неизвестно кто просит показать город и с какой целью во всем нужно быть осторожным все таки война в стране я бы все это вот мебель в летней кухне всю бы выкинула а по объявлениям купила бы получше люди за копейки продают очень приличные вещи но у ребятам некоторые вещи я купила они стоят лежат ждут своего часа вот то что было за копейки но поверьте сейчас за копейки уже не купить сейчас такое время что даже страшную бушную там именно страшную мебель продают задорого но знаете как много переселенцев в городе и повышается спрос на бейли какое бы время не было это человеческий фактор такой да вот повышается спрос повышается соответственно и цена и сейчас такие гонят цены за бушную такую страшную прямо мебель что я захожу я просто диву дивуюсь вот сейчас за копейки не купишь юлия ты замужем если нет то я очень хотел бы с вами создать семью я живу в частном доме один мне 45 лет читаю комментарии может кому-то понадобится жиночки тут мужчина шука и соби жиночку ну я замужем за как занята вот но такое даже вот сообщение видите если нет то я очень хотел бы с вами создать семью я живу в частном доме один так юля очень интересно когда ты во время ходьбы показываешь местность показывать чаще но бачте кто скажи показывай кто запрещая вот поэтому вот как есть так насчет насчет штор уже было прошлом видео насчетом вкуса и так далее ребятки скажу так что у каждого человека свой вкус то что может не нравится вам нравится например мне и допустим вы там купили супер какие-то опять-таки вам которые понравились шторы и считаете их вообще просто там эталоном там идеалом а мне они могут вовсе не понравится как говорится о вкусах не спорят вкусы разные поэтому по сто раз читать эти комментарии уже я же говорю за шторы неинтересно придумайте что-нибудь другое так рыбная колбаса ци счасть новенький я не бачила такого в продаже но это рыбная колбаса меня угостили и приехала она с совершенно с другой области у нас я тоже такого не видела так но это по одному то по другому по смородине этой тоже ноет купи нормальный сорт и нет проблем как дикие будто надо обязательно урожая всего да побольше собрать а то ведь зимой голодать начнем как будто в магазинах нет ничего но но эти вы судя по комментариям один второй третий комментарий что но и но я вижу только ваше нытье потому что я не ною я веду диалог я могу повозмущаться еще что то то есть у меня так устроен мозг я мысли вслух да но я встаю и делаю а от вас я вижу только комментарии вы сидите сидишь наверное или лежа печатаете печатаете поэтому ваших дел чтобы встать и сделать я не вижу поэтому именно здесь вот комментарии выглядят как нытье вот а юля не ноет юля возмущается встает и делает так дальше выкинь уже этот стол если он весь шатается сколько можно ныть по нему в каждом видео вы эти за стол мне стол совершенно не мешает стоит и стоит так шторы классные у меня похожие шторы покупала под обивку дивана очень гармонирует у юли обои гармонируют с обоями лично мне нравится видите некоторые говорят что нельзя шторы сочетать с обивкой дивана ну вот есть какие-то там правила я не знаю кто их придумал они же сами и придумали вот люди такое такие создания человеке что создают себе сами эти же правила хотя они довольно таки если задуматься какие-то странные сколько у вас километра до дачи ребята ну я не знаю где-то наверное ну так как я иду более коротким путем то я думаю километра полтора юля а если этот садовый стол убавить по ширине и сделать новое крепление тогда все будут довольны ну вряд ли я буду этим пока пусть стоит мне до этого стола если честно нет особого дела вот чуть-чуть потягала потому что за ним убирала повозмущалась чуть и все пусть стоит себе успешно успешно дальше он очень старый там дерево такое рассохшиеся и заниматься его вырезать обрезать пока ну честно вот говорю как есть пока не буду этим заниматься хватает других более важных дел сейчас немножко видео выходит с опозданием да а вопрос ответ в эту рубрику я пишу в день в день вот сейчас вот прям вот она сегодня и выйдет вот то у нас на данный момент испортилась погода и мы прекратили пока что делать ремонт а хочется побыстрее его закончить а к тому что есть более другие важные дела чем там столы и так далее юля у вас очень красивый что раз спасибо мне да предлагали уже их купить задорого ним не продам не продам муж говорит а если тебе 10 тысяч там гривен предложили за шторы продала бы вернее не продала бы так юля привет чтобы вырастить новую смородину обрезать веточку не надо просто наклонить и середину веточки присыпать землей это делать надо весной а осенью от этой веточки будут корни отрезай и будет кустик сажай много таких комментариев спасибо большой девчонки за советы я в этом году именно сейчас как раз весна я именно так сделаю попробуем кто-то мне писал юля сделай такое вот из проволочки как такой зажимчик чтобы как как типа в виде ну прищепки что ли и шпилька шпилька и земли сверху присыпь но чтобы кончик вот ну как бы вот она ветка да мы ее нагнули вот тут по срединке нужно прижать либо камешком либо вот этой вот там прищепочкой сверху землей присыпать и этот кончик чтоб торчал и все и пусть тогда до осени и потом осенью тоже мне кто-то написал не спеши потому что по-разному к там должны корешки образоваться по разному корешки образовываются у кого-то какого-то кустика быстрее у кого-то там это главное что почки оказались по под землей они дают там корешки вот а осенью аккуратненько раскопай и посмотри достаточно ли количество корней если достаточно то все отчикиваешь от основного там секатором куста и пересаживаешь уже на постоянное место и будет тебе полноценный куст в будущем да вот а если ты раскопаешь увидишь что корешочки ну мало образовались оставь еще там на год и так вот я подумала у меня они молодые кусты смородины но есть один куст который соседка давала он так разросся хорошо вот то там можно не одну веточку а сразу там штучки 4 припрягнуть и так и попробовать ее размножить да вот точно так же можно поступать и с крыжовником с крыжовником я пробовала но почему-то меня не получилось либо я некачественно или нету или не в том месте прикопала веточку и в прошлом году получается весной да кто помнит я ее раскопала вот а там там были корешки но они настолько маленькие тоненькие назад я прикопала она она стоит дальше юля а мне шторы ваши очень нравится просто прелесть у каждого свой вкус кому-то нравится кому-то не нравится но я вообще когда покажешь показываю свою жизнь меня нет в голове такого что а ну-ка зацените я редко когда спрашиваю там вот ребята у меня новая скатер как вам нравится это такая большая редкость что я могу спросить этот как чисто как-то там машинально автоматически спрашиваю а так я показываю свою жизнь и мне ну честно но не то что нет цели зацените посмотрите как я убрала еще что совершенно я другого плана человек и живу и делаю чисто для себя они вот для для кого-то так юля скажи пожалуйста сливочное масло ягодинское хорошие нашей стране это новый продукт спасибо да у нас это считается хорошая продукция ее хорошо покупают вот хорошая а бабушку с чем поздравляешь смотрю 14 марта а у тебя что ли 7 бабушку мы поздравляли с 8 марта видео выходит с опозданием так в аэрогриле не нужно переворачивать еду это вот впервые мне написали вот за это короткое время сколько у меня да есть аэрогриль мне подарила зрительница прислала посылки спасибо ей огромное тестирую впереди там видео есть уже отснятые которые выйдут на канале я его тестирую я готовлю вот так как инструкции в комплекте не было то им это там рецептов там что зачем нужно ли не нужно переворачивать и так далее то я посмотрела у блогеров ютубе у кого есть такие же аэра аэрогриль и вот то все они переворачивают и я тоже переворачиваю ну не знаю если например касаемо к примеру запекать крылышки то они они про готовятся если их не переворачивать но сверху они будут запеченные то есть красивые золотистые до зажаристые а снизу они белыми останутся вот поэтому я не знаю как мне переворачивать так юля не ходи там николы и не показывай николы зараза робиты не на часе бачите запрещают нельзя речку показывать юля а у вас скважина своя если да то зачем вам счетчик у нас своя только нас только там насос скачает скважину мы пробивали сами за деньги скважина у нас своя но отдельно у нас есть городская вода которой мы моем посуду который в котором мы который мы моемся то есть городская городской водопровод с холодной водой вот там стоит этот водяной счетчик вот скважина не годится для мытья посуды и употребление в пищу и так далее потому что у нас скважина не глубокая то есть она не пригодна для этого для питья поняли да поэтому скважина у нас чисто для полива огорода так юля я даже залипла как ты гребешь и не заметила что молчишь хорошо наблюдать когда кто-то что-то делает работает во дворе веником неудобно подметать купите метлу метла у меня есть и не одна я в основном мету метлой вот а если уже нужно подметать в совочек то метлой с длинной держаком с длинным неудобно в совочек маленький нужно нагибаться и неудобно я использую обычный веник так и если нужно подмести где-то точечно там мелкий-мелкий какой-то мусор то обычный веник лучше справляется а метлы которые у меня есть они пластиковые такие как щетки то они мелкие сор мусор немножко пропускает поэтому веник здесь удобнее так юля у вашего жука шикарная 6 нужно шерсть нужно вычислить такого красавца альба ты мне решила ножки полизать насчет вычесывания жука я уже отвечала в прошлом рубрике вопрос-ответ которые буквально вчера вышел вы не смотрели я говорила что рано еще у нас холодные ночи пусть собачки будет тепло юля а нижную ступеньку ты не побелила да действительно и я это заметила уже потом даже спустя там дня три я заметила что при на как так я последнюю нижнюю ступенечку пропустила но ничего страшно я планирую кстати в магазине купить еще такое же ведерко пусть будет в запасе только меньшего литража это я большое брала там еще маленькие есть кстати одна соседка спрашивает юля чем ты были белый на дерево потом тетя женя бежит спрашивает юля а ну расскажи такие беленькие чем ты белый на я показала ведерко понесла показала рассказала то она ездила на автобусе в город и нема нема в магазине в жене ма таких видерочек так можно идентичное какое-то купить да и все маленькое и побелю ступеньку как раз кстати не знаю заметил кто-то или нет я еще побелила погреб снаружи вот где дверь вот это вот вокруг побелила такой беленький стал красивый добрый вечер юлечка а если стол который в саду поставить под окном где ты готовишь тоже я уже отвечала на комментарии он слишком большой даже не из-за длины а из-за ширины слишком широкий я получается стою головой не под крышей а прямо в проходе где в калитку нужно проходить он величиненький широковатый там юля рановато ты вынесла раковину на улицу есть такая пословица пришел марток надевай стоп порток в марте ночи всегда морозы могут нагрянуть да ну немножечко видите расслабило нас когда была солнечная погода так прям тепло что хочется уже куртки шапки поснимать и начался ремонт это и сами понимаете где-то кисточки где-то руки помыть где-то еще что-то юля пришла в голову мы мысль что пора пора ставить майдадер это была ошибкой но ничего страшного мы там все уже исправили уже все хорошо так дальше за парфюмерию со скидкой спрашивают я если я уже сколько раз ссылку оставляла если не забуду подадим видео снова оставлю так и действует там скидка 70 процентов ребята и при покупке трех единиц четвертую выбираете в подарок до сих пор эта акция действует вот поэтому ссылка в описании под этим видео будет проходите смотрите там очень много ароматов сами пользуемся нам нравится так дальше у вас куряты на бройлер на на химии выращена с дому не выходить майонез всюди у всех салатах яйца бесконечно на столе в арене а то что навыть свинина куплена тобою в месном магазине теж выращена на химии комбикормов не выращена по хозяйски велика у вас кількість солодощи в томатные пасты такие инши длинные комментарии дальше не буду читать знаете как будто чужому вот в рот заглядывает выглядит это так дальше даже не хочется читать такие такие так юля неправду ты говоришь у меня сестра живет в селе и через два дня его отпускает на ночь кого его наверное собаку вы имеете ввиду вы когда пишите комментарии немножко уточняйте за что вы пишете потому что невозможно понять я уже должна догадываться его наверное собаку отпускает на ночь а утром его привязывает не надо говорить за всех ну не знаю смотрите насчет собак если двор хорошо огражден то есть собака не побежит на огород собака не убежит там за территорию дома то конечно можно вообще не держать на привязи я за то чтобы не держаться собак на привязи если есть созданные вот такие вот условия вот смысле неправду если плохо плохое ограждение то у вашей сестры пес побежит на огород и я думаю что соседи не будут довольны что он будет затаптывать молодой только взошедший укроп нет поэтому где тут неправда я не поняла так юля привет когда заготовки будешь делать куда ты будешь баночки составлять несите диван назад перезимовал и на место кстати вы прям угадываете мои мысли честно вот дивана сейчас нет да по многочисленным рекомендациям зрителей я его наконец-то убрала это было сложно потому что по дороге он практически развалился мы его перенесли в гараж облокотили об стену стоит все но сейчас понимаю что вот куда элементарно я буду складывать баночки если мне надо сидеть перечистить кучу допустим моркови я садилась на этот диван потому что он под навесом и так далее я думаю блин и я мужу вот недавно сказала наверное скорее всего нам придется вернуть диван и потому что мне будет его не хватать улетишь тебя предупреждал чтобы утаскиваем его последний раз безвозвратно короче не знаю что я буду делать пока посмотрим так юля сделай как твоя мама на кухне на окне цветные жалюзи будет красиво мне не нравится на окнах жалюзи ребята для вас это красиво для меня может быть совершенно по-другому для меня шторы не заменит для меня шторы это уют мне нравится ну вкус такой да вот а когда голое окно вот полностью нет штор и жалюзи для меня это как знаете как в подсобном помещении наверное или где-то в магазине ну вот какая-то нежилое помещение как подсобка поэтому мне кажется если бы у мамы балкон это как продолжение кухни если там висели шторки мне кажется было бы уютнее но это дело каждого каждый в своем доме наводит уют так как ему вот уютно ему нравится но не мой вариант жалюзи без штор мне как подсобка так 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 за сарайчик я уже отвечала за раковиной который чем-то голова болит смотрю вас давно но пишу первый раз тебе под сороковник иногда у удивляюсь что ты не соображаешь с ошибками написано и мне еще замечание делаешь мне сороковника я там этот самый вот что ты ничего не соображаешь ребята я могу да не соображать в каких-то цветах еще во что-то каждый человек силен своем а вы можете не соображать то что я соображаю вот и поэтому в свой почти сороковник я это понимаю что люди разные и предназначение у всех и задачи разные вот каждый человек приносит свой свой вклад до своими какими-то способностями еще что-то у каждого они свои но я к примеру да вот кто-то крановщик он тоже нужен а кто-то цветы сажает чтобы в городе было красиво и он нужен дворник без него не обойтись дворник это очень такая ценная профессия представьте не было бы дворников или вот вывоз мусора и так далее мы бы просто засрались у нас бы был срач поэтому каждый но я так может утрирую но каждый человек силен своем выполняет свое предназначение вот а ну кто-то это понимает а кто-то вашем случае не понимает и к сожалению я не могу поделиться ну добавить мозг мозгов простите если можно грубо сказала не могу найти слов так юля у вас не сад а сказочный лес у вас ни одного ровного дерева да я уже тоже думала об этом и причем они все вот так вот клоняться как-то в одну сторону мне кажется может быть может быть это из-за того что участок весь под наклоном идет с этой стороны у нас как можно сказать гора как там даже скалы есть скальная порода то есть получается мы как в балке находимся поняли вот так вот и они почему-то вот так вот все все практически именно вот так в одну сторону вот сказочный лес да я согласна с вашим мужем насчет того что не надо пилить деревья у вас все старые деревья кривые косые и больные все в камеди и лишайниках надо убирать старые деревья и сажать новые вы же рассказывали как ваши знакомые одни посадили новый сад а другие 10 лет тупили ну мы вот меня муж против убирать старые деревья но тем не менее мы посадили около 20 молодых деревьев ну получается не убирая эти посадили еще штук 20 ну вот так вот так до каких пор будет стоять туалет посреди двора я уже отвечала вот когда будет соответствующие погодные условия и когда мы закончим ремонт в кухне так юлька там не палить и треба то коптить и мясо сало горячого копчинь копчиня то еще и очень легко все робиться нема такого там нельзя палить и а треба то робить и это я купила обчаток с этой коптильни и она теперь моя я хочу мусор туда складываю хочу ветки сжигаю хочу копчу хочу вообще его разваляю разрушу поэтому нет такого что там нельзя полы то надо 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 коптить выгребать залу из коптильни можно шумовкой которой ты из печки залу выгребаешь вот этим совочком он маленький ребята он очень маленький и у него длинная ручка и мне просто не будет там разбега разгона я не смогу туда залезть коптильня высокая и узкая какую побелку вы покупали что вам так понравилось а я не показал я показывала в видео посмотрите вот ну буду на даче еще раз покажу ведерко у меня сохранилась пустое не расскажите пожалуйста через укрпочта есть доставка этой парфюмерии да и новая почта и укрпочта юлечка здравствуй хочу написать тебе по поводу ворот возьми жесткую тряпку и пройди ею по воротам все что нужно обсыпется потом закатай валиком там где на воротах белый рисунок тоже покрась синим и не муздыка муздыкайся я думала слова еще не слышала новое слово муздыкай муздыкайся вот жесткой тряпкой там не поможет там единственное что нужно на например на болгарку надевать какой-то специальные вот эти вот там наждачки там ну я не знаю как они называются вот вот это да а жесткой тряпкой нет там можно и руки порезать там вот такие вот загогулины такие твердые торчат что тряпкой жесткой их не возьмет вот и валиком так просто там не 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 закатаешь я же показывала близко ворота может не так подробно показывала альма спасибо на меня ножки добрый день юля как ваши дела как ваши дела как вы как видите не родила юля вы же грамотная женщина но нет слова не хотит это шутка шутка то есть юля частенько перековерка и слова перекручивает это я шучу так чтобы вы знали понимали но мои зрители уже привыкли да вот если я говорю там петропы и у кружка это не значит что я на укроп говорю петроп это ну этот самая шутка шутка блин чуток башка вы же где-то в селе зимовали в прошлом году да мы зимовали в двадцать втором году но не совсем зимовали мы уехали туда жить двадцать втором году в первых числах марта и вернулись в декабре перед новым годом мы прожили там девять месяцев не где-то а вот как раз на на этой даче в этом частном доме мы ну не зимовали а прожили девять месяцев добрый день юля может ворота болгаркой почистить потому что щеткой по металлу замучаясь исчистить да и она и не возьмет там болгаркой нужно вот я мужу так закинула закинула идеи но сказал что может быть посмотрим по обстановке по обстоятельствам по свободному времени по загруженностью работой вот посмотрим может быть этим летом что-нибудь сообразим но цены точно по хорошему лучше строительным феном снять с ворот краску железная щетка особо не поможет на щеткой там не боже машинка у меня как будто взлетает щеткой там ничего не сделаешь а строительного фена нет поэтому даже если мы будем делать то это будет что-то связанное с болгаркой и насадками на нее специальными добрый день привет из днепропетровщины смотрю и думаю зачем мы вам пишем комментарии ведь вы их не читаете дальше я даже даже читать не буду хотя комментарии длинны на всю страницу вот потому что неправда юля здравствуйте покажите пожалуйста поближе как установлена проволока по которой жук двигается на цепи тоже хотим собаки так же сделать обязательно покажу когда буду на даче вот в двух словах скажу что она длинная это например через весь двор а с двух сторон она в мурома в мурова на забетонирована вот вот так она держится но она сильно низко над землей и получается карабин который по этой проволоке на толстая очень не знаю как даже проволока или что это арматурина какая-то когда елозит этот карабин то в нашем случае отходят от бетона куча камешки которые передалбываются получается в песок и там постоянно надо подметать ну короче ее надо немножко приподнять как бы над над бетоном это хороший вариант но у нас получается она проходит прямо перед входом в дом мы первое время ее приподнимали тогда хорошо вообще карабин елозит вот но перед перецеплялись спотыкались вернее когда по ступенькам поднимались или спускались можно было упасть поэтому так она у нас на набит но я покажу вам доброе утро юля ты забыла на улице столб покрасить да мне многие написали что там за воротами где я белила деревья нужно было побелить и столб ну действительно но я правда на него внимание не как-то не не обращал мой взор на него не в не падал вот как раз ведерко если возьму я его тоже там побелю мне интересно вот сейчас у нас идут дожди ребята мне интересно что там на даче но муж ездил я первое делом когда он вернулся первым делом спросила что там деревья белые говорят белые все стоят интересно все ли там продержится ну что дожди каждый день привет юля и вся ваша друж дружная семья побелы тем самым вопном и кухню с надвору и будет обе счастья и гарно будет подумай над цим насчет кухни внешних стен я говорила что я не хочу использовать вопно побелку вот это вот которая оставляет следы на одежде и так далее я буду там белить водой эмульсионкой фасадной ее еще и мыть можно если где-то какое-то пятнышко вот но не не вопном цим юля доброго ранку я сберегала морг вот так як вы у зип пакетах дуже задоволна дякую вам спасибо большое мне приятно что вам мой способ пригодился вот этот способ мне подсказали зрители было много разных способов я пробовала и тот и тот и тот и тот и пришла вот своим методом тыка именно для методом тыка что выражение методом проб и ошибок да вот на своей практике пришла к тому что для моего погреба для моей влажности в моем погребе не моей влажности а влажности моего погреба короче что это самый хороший способ хранения откуда вы взяли в больше чем пол миллиона подписчиков при таком нудном контенте и мизерных просмотрах волшебство нет это не волшебство это есть факт того что есть видеоролики которые попали в топ которые набрали много просмотров 4 миллиона 3 миллиона 2 миллиона и так далее вот из-за них подписывается но как бы человек подписался и больше не заходит вот отсюда образовывается зрители в основном так снимите ведро с ореха болгаркой здрасте очень тяжело я прошлом году снимала краску это было очень тяжело я вам верю прямо чувствуется в комментариях что очень тяжело ну посмотрим нам как у нас я тоже думаю что это очень тяжело так вот видео посмотреть глянуть тряпочкой протереть просто жесткой тряпочкой протереть и все будет хорошо да нет нет там блин все красиво с побелкой если чуть осталось побели стоп за воротами не осталось я даже ступеньку нижнюю забыла побелить но ничего юлия засохшее дерево надо не просто спилить его надо выкорчевывать оставьте пень примерно на один полтора метра от земли чтобы потом легче было его корчевать при этом качать из стороны в сторону ну пень уже не оставлен дерево спилена прям по уровень землей вот но я не знаю я не вижу смысла выкорчевывать у нас уже на участке срезано нам сколько штуки наверно 4 5 деревьев мы срезали за эти три года и оно не мешает вообще ну и оно и не и не видно не знаю стоит ли этим заморачиваться ворота можно обжечь паяльной лампой нема у нас не не фена строительного не паяльной лампы у нас даже нет кстати но нужно будет как-нибудь приобрести стыд и позор наверное потому что в частном доме без этого никак нельзя но у нас нет этой скажите сварочный аппарат чьяквин называется сварка вот это вот нема вообще и никогда не было ну когда-нибудь к этому придем будем покупать ну шо буду заканчивать ребят 37 минут уже а мне больше понравилось сажать деревья именно весной кусты да можно и осенью они успевают укорениться а вот деревьям нужно больше времени и за осень часто не успевают и пропадают вот и мой опыт показал то же самое юля тарелочки которые тебе писал прислали из пергамента они для аэрогриля да действительно я их примеряла туда они прям идеально подходят это для каких-то наверное пирогов там еще чего-то да запеканок каких-то но вот единственное что запеканка мне непонятно так как я вот судя по блогерам которые пользуются да у меня машинка гудит простите надо было дверь закрыть то нужно переворачивать то я вот немножко не пойму как запеканку там готовить нужно ее потом перевернуть будет хотя с другой стороны смотрите когда запеканки и пироги мы готовим в мультиварке готовим же но многие готовят и я готовила то мультиварки наоборот греет только низ и пирог получается снаружи он как бы золотистый так назовем да а сверху или бисквит выпекаем кстати мультиварки очень классные высокие хорошие бисквиты получается то вверх всегда остается белым но тем не менее но при он все пропекается за счеты здесь можно не обязательно наверное переворачивать просто верх будет красивый а низ останется беленьким но при этом пропеченным наверное не знаю буду пробовать постепенно все юля зачем тебе советы под руками инструкции для аэрогриля инструкции нет в комплекте с аэрогрилем та книжечка которые в комплекте это просто блин правила техники безопасности и все ну ты юлька и фантазер в посылке это мешочки для рассады ну видите юля уже другое предназначение нашла тоже мне кто-то написал что юля это для рассады в эти мешочки насыпаешь землю и ставишь какую-то емкость их рядышком друг дружке так вот впритык и она все стоит вот ну видите умная мысль нет такая в голову не пришла теперь буду знать юлька я насмеялась над твоей распаковкой посылки сама ж нифига не поймет и серьезно начинает расскажешь что к чему чудо ты тебе надо было стать учителем или воспитателем педагогика много потеряла в твоем лице да мне нельзя быть ни учителем не воспитателем я дурному могу научить нельзя мне запрещено юля у вас тепло под пленкой все сгорит на солнце лучше укрытной материал это я спрашивала совета что брать пленку или вот этот вот белый укрывной то кто-то написал что наоборот на начальном эстапе пленка а потом можно заменить на укрывной материал да вот кто-то наоборот запутали в край в край просто ой нос чешется к чему бы это юля это не аэрогриль это мультипечь ну не знаю а крючки в посылке белые это для томатов для поддерживания кистей чтобы не обламывались дуги зелененькие мне кажется это для клубники чтобы ягода не лежала на земле ну короче за гугли в инете а тарелочка на колесах зеленая наверное для пирогов ну тарелочка для пирогов ребята я ее пока использую на столе вот здесь она у меня стоит и здесь всякие вот конфетки шоколадки вот ну пирог неудобно будет разрезать пирог потому что бортики достаточно высотые я думаю просто это мне кажется как конфетница такая ну мне так показалось юля вата вам подарили фритюрницу с горячим воздухом я не знаю вроде не фритюрница замечательная вещь обязательно прочтите инструкцию там наверняка есть рецепт нема инструкции уже казала так ну что ребята буду заканчивать а насчет вот этой вот штуки вот я поставила чтобы еще раз показать столько много комментариев ребята за вот эти вот бумажечки прицепилась за вот эти бумажечки которые были в посылке очень много комментариев вот но чаще всего комментарии разные чаще всего встречается комментарии значит здесь вот такие бумажки смотрите жесткая такая бумага и здесь вот такое вот количество ближе показываю да вот чаще всего встретился комментарий что эти бумажечки кладут при стирке когда стираешь вместе допустим черное и белое там белое и цветное белье якобы белье не полиняет это бумажечка все как-то там предотвращает и собирает на себя вот вот так коровочка выглядит то смотрите если здесь посмотреть то тут и нарисовано ребята смотрите розовая футболочка и синяя рубашечка и вот цвет якобы собирает бумажечка видите наверное что-то вот с этим вот связано вот а некоторые зрители довольно таки многие написали что это вообще стиральный порошок но нет ребята если бы это был стиральный порошок и эта бумажечка растворялась бы то оно бы хоть чем-то как-то пахло оно не пахнет вообще глаз так уж и задергался оно не пахнет вообще никак и ничем абсолютно и я даже пробовала короче его мочить вот так вот оно бы было немножко наверное мыльная да при попадании воды нет это просто бумажка значит при одной стирке я уже ее использовала но я стирала не цветное белье ребята а у меня была черная стирка думаю просто так одну бумажку кину что будет и я бумажку вытащила потом после от при окончании стирки я ее вытащила она была ну не такого цвета а немножко светлее ну короче такого темно-серого цвета что-то она на себя взяла дальше выкинула в мусорку ну короче вот как-то так это я просто так попробовала то она как бы окрасилась это была стирка черного белья так что такие дела ребята буду заканчивать на работу пить таблетку что-то башка разболелась на из-за вы за погоды такой тучи тучи все затянуто ужасная погода я не люблю такое то уже такое солнышко было все подсохло но хорошо что до этих дождей мы успели я очень довольна что успели выгрызти весь сад за воротами от этих листочек веточек что нет этой кучи в которой вороги живут и какают какают там вот ну кое-какие кучи остались то то уже мы в течение лета их уберем однозначно а так в общем что порядок наведен а так вот представьте если вы сколько мы всего вывезли убрали вот если это все с дождем опять мачмала опять ждать пока она высохнет ну короче я довольна что мы успели до дождей поубираться но впереди там еще очень много дождей очень много ну хотя марта у нас часто такое бывает что и снег может выпасть и морозы ударить такой вот он марта нас месяц загадочный вот ну вот в этом году он ударил дождями так что так ребятки всем хорошее настроение берегите друг друга всем мирного неба над головой чтоб у всех все было хорошо все до новых встреч пока пока